Друзья, всем привет! Меня зовут Акжол Князов. Сегодня мы будем решать практические задачи насчет показательных уравнений. Вообще, что такое показательное? Есть степенная функция и показательная. Например, a в квадрате — это степенная функция, а 2 в степени a — это у нас показательная. Показательная — это когда у нас степень неизвестная. При решении показательных уравнений мы приводим к одинаковому виду. То есть 3 седьмых в степени 3х минус 7 равно... Я пишу 3 седьмых, я же поменял их местами, да? Было, смотрите, было 7 третьих, я поменял их местами, а теперь стало 3 седьмых. Но к степени прилагается минус. Потом одинаковые основания сокращаются. Остается 3х минус 7 равно минус 7х плюс 3. Минус 7х сюда приходит. 10х равно 10х равно 1. Да, с ответом совпало. Вот первая задача — единица выйдет. Правильно. Теперь второе. Тут кубический корень. Смотрите, формулу дам кубический корень. Давайте вместо тройки там х напишу. а в степени у. Это будет а в степени у разделить на х. Степень корня уходит в знаменатель, а степень числа уходит в чиситель. Значит, это мы будем писать так. х минус 1 разделить на 3. Разделить на 3. Вот, видите? Равно. 2 делим. Корень — это у нас степени 1 вторая. Теперь что мы видим? Слева только одно число. Вот двойка. х минус 1 разделить на 3. Равно. И справа должно быть только одна двойка. А как это получить? Смотрите. 2 в степени... Тут единица аж, да? Разделить на 2 в степени 1 вторая — это будет. 2 в степени 1 минус 1 вторая. Если числа делятся, да, то степени вычитаются. Даю двойку. 2 в степени 1 вторая остается. 2 в степени 1 вторая. Поняли, да? Я... Так как деление тут стоит, я степени отнимал. Из такой вот формулы. х минус 1 разделить на 3. Равно 1 вторая. Пропорции уходят. Тогда 2х минус 2 равно 3. 2х равно 5. х равно 2 с половиной. С ответом сверим. Вот. Вторая задача. Вот, да. 2 с половиной. Правильно. Теперь третья задача. 2 в степени х умноженное на 2 в степени х. Какой 2х? Просто х минус 4 равно 16. У нас 2 в степени 4. Вот. Смотрите. Если степени... Если числа одинаковые и умножаются, то степени складываются. Степени складываются. Значит, 2 в степени х плюс х. 2х минус 4 будет, так как умножение, я в степени складываю, равно 2 в степени 4. Я просто так сокращать не могу. Почему? Потому что и справа, и слева должно быть только одно число. Вот, видите, и слева одно число, и справа одно число. Тогда я могу сокращать. 2х минус 4 равно 4. 2х равно восьмерке. 2х равно 4. Ответ у нас третья задача, четверка. Да, правильно. Теперь. 2 в степени х в квадрате минус 6х минус 2,5 равно... 16 это у нас 2 в четвертой степени. Корень из двух, это будет двойка в степени 1,2. 2 в степени 1,2. Справа должны получить только одну двойку. 2 в степени х в квадрате минус 6х минус 2,5 равно 2 в степени 4 плюс 1,2. Да. Тогда 2 в степени х в квадрате минус 6х минус 2,5 равно 2 в степени 4,5. Двойки сократятся. х в квадрате минус 6х минус 2,5 равно 4,5. 4,5 сюда перевожу. х в квадрате минус 6х минус 7 равно 0. Смотрите. Можно решить дискриминантом, либо суммой коэффициентов. Смотрите. Если бы тут стоял плюс, да? Если бы тут стоял плюс, тут же единица стоит. 1 плюс 6, семерка. 7 минус 7, 0. Если сумма коэффициентов дает 0, то первый корень это единица. Но это без изменений, если бы было бы. Но я же тут плюс сам подставил, да? Тогда дало нам 0. Если там перед b знак поменять, то будет минус 1. Запомните, если без какого-либо изменения дает нам сумма коэффициентов 0, то первый корень единица. А если мы меняем знак перед b, тогда дает 0, то будет минус 1. х второй будет вот эту семерку делите на а и делите на минус 1. Тогда семерка выйдет. Ну, можете дискриминантом решить, кому как удобно. Теперь ответ смотрим. Так, минус 1 и 7. Да, правильно, у нас минус 1 и 7. 2 в степени 3х плюс 1 равно 32 в степени минус 1. 30 двойка, это будет 32, это у нас двойка в степени минус 5. В степени 5 будет. Ну, тут же минус 1, тогда минус 5 будет. 3х плюс 1 равно 32 в степени 5. На минус 1 умножается, минус 5 будет. Двойки сократятся. Тогда 3х плюс 1 равно минус 5. 3х равно минус 6, х равно минус 2. Пятая задача, да, минус 2. Правильно. Шестая задача. 10 в степени 5 минус х умноженное на 6 минус х равно 100. Это 10 в квадрате. Десятки сокращаются. 30 минус 5х минус 6х плюс х в квадрате равно 2. x в квадрате минус 11х плюс 28 равно 0. Дискриминант. 121 минус на 4 умножаю. 32, 112. Тогда девятка выйдет. 11 плюс минус 3 на 2. 14 на 2 будет 7. И 8 на 2 будет 4. 7 и 4. Да, ответ 7 и 4. Седьмая задача. 2,5. 2,5 пишу. Как говорю, так и пишу. 2,5. Пятерка и десятка сокращаются. 2,1 выйдет. Да? Вот так умножается. Вот так складывается. 2 на 2,4. 1 плюс 5 будет. Значит, вместо 2,5 пишу 5,2. Потому что мне легче работать с дробями, а не с десятичными дробями. Смотрите. 15,5 умножайте так. 15 на 8 будет 120 и 125. 125 восьмых. 125 это у нас 5 в кубе, а восьмерка это 2 в кубе. Тогда это можно так написать. Смотрите. 2х минус 3 равно 5 вторых в степени 3. Тройку вынес со скобки. Вот. Тогда 2х минус 3 равно тройке. 2х равно шестерке. 2х равно тройке. Есть и такой ответ. Да, седьмая задача тройка. Так, восьмая задача. 3 в степени х в квадрате минус 7 и 2х равно... Смотрите. 3 умножено... Девятка, это же 3 в квадрате будет. 2,5. Ну, степень корня уходит в знаменатель. Если умножаются, то степени складываются. 1 плюс 2 в 2,5. Сюда пятерку даю, тогда 7,5 будет. Но это же в знаменателе стоит. 7,5. Чтобы его поднять наверх, перед степенью прилагается вот минус. Потом тройки сокрытим. х в квадрате минус 7 и 2х равно минус 1 и 4 будет. Если их поделить. х в квадрате минус 7 и 2х плюс 1 и 4 равно 0. Дискриминант. Давайте-ка начнем. Сейчас мы найдем квадрат 7 и 2. Так, 7 и 2 в квадрате будет... 7 и 2 в квадрате... 51 и 84. 51 и 84. Отнимаем. 46 и 24 выйдет. 46 и 24. Из-под корня выходит 6 и 8. Тогда х 1 и 2 будет 7 и 2 плюс минус 6 и 8 разделить на 2. Плюс 7 и 2 будет 14 на 2 это 7. Потом 0,4 это будет 0,2. 7 и 0,2. Есть такой ответ вот. Девятая задача. Из-под корня 2 в степени х умноженное на 3 в степени х равно 36. Смотрите, я могу это написать в общий корень и 2 в степени х умножить на 3 в степени х. Смотрите, если степени одинаковые, то числа умножаются. Одинаковую степень пишу и 6 пишу. Это будет 6 в степени х на 2, а отрешать это 6 в квадрате. Сокращаются. Тогда х на 2 равно 2, х равно 4. Есть ли такой ответ? Да, есть 4. Следующая, десятая задача. 4 в девятых это будет 2 третьих в квадрате. Ну, 2х будет. Потому что 4 это 2 в квадрате, девятка это 3 в квадрате. Умноженное 27 это 3 вторых в кубе будет. Равно 2 третьих. Справа 2 третьих. Значит, и слева я должен получить 2 третьих. На эту 2 третьих я не трогаю. Умножаю на 2 третьих в степени минус 3х минус 1. Равно 2 третьих. Если умножаются, то степени складываются, да? 2х минус 3х минус 1. Равно 2 третьих. Сокращаю. Тогда выйдет 2х минус 3х плюс 3 равно 1. Тут же в степени 1 жесть. Когда минус х равно минус 2, х равно 2. Здесь это задача двойка, да? Правильно. Одиннадцатая. 4 в степени х умноженное на 5 в степени х плюс 1 равно 5 умноженное на 20 в степени 2 минус х. Смотрите. Если увидите, что степени там складываются, либо вычитаются, то вам стоит разложить их. То есть, что я имею в виду? Если складываются, то в первоначальном было умножение. То есть, вот так пишем. 20 в степени х равно 5 в степени 20. А это не раскрываем. Почему? Потому что тут степени одинаковые. И тогда числа будут умножаться. 20 в степени х умноженное на 5 равно 5 умноженное на 20 в степени 2 минус х. Тут же двадцатки есть уже. Из-за этого я правую часть не раскрывал. Пятерки сократятся. Тогда 20 в степени х равно 20 в степени 2 минус х. Двадцатки сократятся. Х равно 2 минус х. 2х равно 2. Х равно 1. Да, правильно. Двенадцатая задача. 0,25 это будет у нас 1 четвертая. В степени х равно 128. Это 2 в степени... Так, 2 в пятой это будет 32. 2 в шестой это будет 64. Тогда 2 это в седьмой степени. 2х минус 1. Смотрите, 1 четвертая это будет 2 в квадрате же. Четверка это 2 в квадрате. Но у нас минус 2х будет. Почему? Потому что четверка снизу стоит. Я сначала поднимаю наверх и потом умножаю на х. Тогда минус 2х будет. Равно 2 в степени 7 минус х минус 1. Степени вычитаются. Почему? Потому что они делятся. Двойки сократятся. Минус 2х равно 7 минус х плюс 1. Это сюда приходит. Минус х равно шестерка. Х равно минус 6. Есть ли такой ответ? Так, двенадцатая задача. А, 7 плюс 1. Восьмерка же. Ой. Так, восьмерка. 8 и 8. Да, в ответе вот минус 8. Теперь 0,5 это у нас будет 1 вторая. Х квадрат минус 20х плюс 61,5 равно. 8 это будет 2 в кубе. Разделить на 2 в степени 1 вторая. 2 в кубе минус 1 вторая будет. Вот, да, сюда двойку даю как общий знаменатель. 5 вторых. А 5 вторых это будет минус 2,5. Так же. А какой минус? Просто плюс. 1 вторая это будет 2 в степени... Давайте лучше к 1 второй приведем, потому что тут степень длинная. Я не хочу к нему прибавить минус. К 1 второй лучше приведем. Плюс 61,5 равно. Справа стоит 2 в степени 2,5. А это будет... 1 вторая будет. Это и есть 1 вторая, но в степени минус 2,5. Потому что я же поменял их местами. В знаменателе же 1, я их поменял местами. Из-за этого к степени прилагается минус. Тогда x в квадрате минус 20x плюс 61,5 равно минус 2,5. Это вот сюда приходит. x в квадрате минус 20x плюс 64 равно 0. Дискринант. 20 в квадрате будет 400. Вычитаем. Умножаем на 4. 256. Тогда останется 144. Тогда x 1 и 2. 20 плюс минус 12 разделить на 2. Это будет 16 и 8 на 2 это 4. Есть и такой ответ. 16 и 4. Да, есть вот. Теперь 14 задача. 5 в степени 5 минус 3x разделить на x минус 2 равно... Это будет 5 в степени минус 2. Потому что 1 на 5 в квадрате это будет 25. А если поднять наверх, то к степени минус прибавляем. Тогда 5 минус 3x разделить на x минус 2 равно минус 2. Тут пропорция будет. Тогда 5 минус 3x равно минус 2x плюс 4. минус 2x равно минус 1x равно 1. Есть и такой. Да, 15 задача. А, нет. 14, да, тоже единица. 5 двенадцатых в степени 2x минус 3. Теперь 2 целых 4 десятых. Сначала сокращаю. 2 пятых останется. 2 целых 2 пятых. Это будет... Умножаю, так складываю. Тогда 10, 10 плюс 2, 12. 12 пятых. В степени 3x минус 2. Теперь 5 двенадцатых в степени 2x минус 3 равно... Тут тоже пишу 5 двенадцатых, но к степени минус прибавляю. Вот. Тогда 2x минус 3 равно минус 3x плюс 2. Это сюда приходит. 5x равно 5. x равно 1. x равно 1. Да, есть такая задача. Есть такой ответ, точнее. Тут четверка, тут 256. Смотрите, мы уже находили же, да, 4 в кубе. Это будет 64. А 4 в четвертой это будет 256. Вот. Тогда 4 в четвертой степени равно 4 в степени x. 4 в степени 4 разделить на x равно 4 в степени x. Почему именно 4 в степени 4? Потому что я на правую часть посмотрел. Четверка, значит, левая часть тоже примерно должна быть четверка. А если не сходится, то обе числа должны сойти к двойке. Сойтись к двойке. Вот. Тогда 4 на x равно x. Умножаются. x в квадрате равно 4. x равно плюс-минус 2. Есть такой ответ. Тут у нас только плюс 2. А минус 2 почему не брали? Смотрите. Тут корень. А степень корня x. Степень корня не может быть отрицательным числом. Отрицательным не может быть. Нулем не может быть. И единицы не может быть. Остальные числа могут быть. Хорошо? Вот. Из этого у нас берут только плюс 2. То есть квадратный корень есть. Хорошо? Корень в степени минус 1. Такого нет. 1000 это будет 10 в третьей. Просто нули считаем. Тут 0,1 это будет 10 в минус 1. 100 это 10 в квадрате. Тогда 10 в кубе умножаем на 10 в степени минус 1 раздеть на x равно 10 в степени 2x. 10 в степени 3 минус 1 на x равно 10 в степени 2x. Тогда 3 минус 1 на x равно 2x. Сюда x и даю. 3x минус 1 равно 2x в квадрате. Еще x не равно 0. Запомните. И 2x в квадрате минус 3x плюс 1 равно 0. Сумма коэффициентов. Видите? Вот 2 минус 3 минус 1 плюс 1 0. Сумма коэффициентов дает нам 0. Значит, первый корень это единица. А второй корень это c делить на a. Запомните. А это на вторая будет. 1 делите на 2. Ну, теперь смотрите. У нас x это степень корня. А в степени корня не может стоять 0, отрицательный. Ну, короче, больше двойки должно быть. И не должно быть равен такому дробному числу. Это не может быть так. Хорошо? Из-за этого только ответ будет единицы. Дробная часть не берется. А, сверим. 17 задача. А, я же только что говорил, что единица не может остаться. Больше двойки же я-то сам написал. А это же меньше двойки. Значит, ответов нет. 18 задача. 2 в степени косинус 2x равно 2 в степени 1 вторая. Двойки сократятся. Косинус 2x равно 1 вторая. Тогда 2x равно плюс-минус π на 3 плюс 2πn будет. x равно... Умножаем на 1 вторую. Тогда плюс-минус π на 6 плюс πn. Вот. Есть ли такой ответ? 18-й. Пи на 6 плюс πn. Да, есть. Теперь следующее. Я могу это под общим корнем написать и умножить их, потому что 3 в степени 1 на x умножен на 5 в степени 1 на x. Если степени одинаковые, то числа же умножаются. 225 – это у нас 15 в квадрате будет. Теперь это будет 15 в степени 1 на x равно 15 в квадрате. 15 сокращаю. Тогда 1 на x равно 2. x равно 1 вторая будет. Но смотрите. x – это у нас степень корня. Да? А в степени корня не может стоять отрицательные, 1 вторая, но дробные, короче. А единица не может стоять. А дойка начинается. Из-за этого в этой задаче ответов нет. Сверим-ка. 19-я тоже ответов нет. Видите? 20-я задача. 2 в степени x в квадрате минус 3. 3 умноженное на 5 в степени x в квадрате минус 3 равно это 10 в минус второй степени умноженное на 10 в степени 3x минус 3. Хорошо? Теперь. Что мы сделаем? Тут степени одинаковые. Сначала раскрывать не приходится. Вообще-то мы раскрываем степени, но я заметил, что степени одинаковые, значит, эти числа умножаются. 10 в степени x в квадрате минус 3 будет. Равно 10 в степени минус 2 плюс 3x минус 3. Я тут тоже не раскрывал, потому что тут умножение, значит, степени складываются. Сокращаются десятки. x в квадрате минус 3 равно 3x минус 5 будет. x в квадрате минус 3x плюс 2 равно 0. Видите, тоже сумма коэффициентов дает нам 0, потому что тут единица же есть. Тогда первый корень будет единица, а второй корень это у нас 2 на 1. Двойка выйдет. Вот, 1 и 2 ответ. 21 и 2. 27, это у нас 3 в кубе равно. Теперь смотрите, 0,3 в скобке. Это означает, что 0,3,3,3 и так далее. Я сначала тут напишу формулу, вы тоже напишите себе. a, b, c в скобках d, e, f. Допустим. Сначала без запятых, без скобок составляете числа a, b, c, d, e, f. Вычитайте до скобки, вычитайте a, b, c. Делите. Смотрите, количество чисел, количество цифр внутри скобки отвечает за девятки. Тут внутри скобки 3 цифры, вот d, e, f, 3 цифры же, значит 3 девятки будет. А между запятым и скобкой сколько цифр? Столько нулей будет. У нас тут b, c есть между запятым и скобкой, значит 2 ноля. А в нашем случае как будет? 0 и 3 это будет сначала 0,3 минус до скобки 0 же. Вычитаем, делим. Теперь внутри скобки 1 тройка, значит 1 девятка будет. И между запятым, между запятой и скобкой ничего нету, значит нулей нету тут. Тогда 3 девятых это у нас 1 третья. Значит 1 третья в степени 6 минус x будет. 3 в степени 3 равно 3 в степени минус 6 плюс x. Я просто к степени дал минус и потом раскрыл скобку. Почему дал минус? Потому что тройку как бы поднял наверх, потому что, чтобы можно было сократить. Чтобы одинаковые были. Минус 6 плюс x, x равно девятке. Есть ли такое? x равно девятке. Да, 21 девятка. 22. 25 это 5 в квадрате будет. Потом модуль 1 минус 2x. Равно 5 в степени 4 минус 6x. Пятерки сокрытием. 2 модуль 1 минус 2x равно 4 минус 6x. Смотрите, как решать модули. Мы перед модулем ставим плюс, то есть плюс 2 и модуль превращаем в обычную скобку. Вот так вот. Теперь второй минусом решаем. Перед модулем ставим минус и модуль превращаем в обычную скобку. Вот так два раза решаем. Давайте сначала плюсом решим. 2 минус 4x равно 4 минус 6x. Это сюда приходит 2x равно 2, x равно 1. Тут минус 2 плюс 2x равно 4 минус 6x. Это сюда приходит 8x равно 6, x равно 6 восьмых. То есть 2 третьих. А нет, 3 четвертых будет, если на 2 сократить. А в ответе может быть и это, и это может быть. Почему? Потому что мы просто не знаем, первоначально был минус внутри модуля или плюс был. Мы поэтому не знаем, как бы плюс либо минус. Но мы гадаем, как бы и плюсом решаем, и минусом решаем. Но ответ может быть единица, либо 3 четвертых. Сначала посмотрим ответ. А, я тут ошибся, оказывается. 2 на 1 умножил в двойку. 2 на 2 это будет четверка. Вот четверка. Это будет 10. 10x тогда с ответом совпадает. 10x тогда 6 десятых это и есть 0,6. 6 десятых это и есть 0,6. 0,6. Из этого они, короче, брали 0,6 как ответ, но единица тоже может быть ответом. Но если подставить единицу, смотрите, если сюда единицу подставить, 4 минус 6 дает нам минус 2. А как модуль может равняться минус 2, то есть отрицательно? Тогда это не подходит к нам. Это не подходит нам. Следующее. 23. 2. x плюс 1 равно 2 в степени 1 вторая. Это корень как бы, да? Минус 2x плюс 3. Сначала вот раскроем эту скобку. x плюс 1 равно 2 в степени 1 вторая на минус x будет плюс 3 вторых будет. Сначала сокрытием. Теперь. x плюс 1 равно минус x плюс 3 вторых. Теперь смотрите. Из-под модуля всегда входит положительное число. Значит, вот эта правая часть у нас должна быть положительной. То есть минус x плюс 3 вторых должна быть больше нуля. Тогда x меньше 3 вторых должен быть. Понятно? Теперь два раза решаем. Сначала плюсом решаем. x минус 1 равно минус x плюс 3 вторых. Вот. Перед модулем как бы поставил плюс. А, я тут ошибка. Плюс. Потому что я же плюсом раскрыл. Тогда это сюда приходит 2x равно минус 1 плюс 3 вторых. Также. Сюда двойку даю. Тогда 2x равно минус 2 плюс 3 разделить на 2. Тогда 2x равно 1 вторая. x равно 1 четвертая. А 1 четвертая это же меньше чем 3 вторых. Тогда это будет ответом. Теперь я должен минусом решить. Это минус x минус 1 будет. То есть перед модулем ставлю минус и раскрываю как бы. Минус x плюс 3 вторых. x сократятся. Ну, это не решается, потому что x сократились. Теперь 1 четвертая. 1 четвертая же вот меньше чем 3 вторых. Значит, если удовлетворяет, то будет ответом. Давайте-ка сверим с ответами. Да, правильно. Теперь 24-ая. Смотрите, произведение, вот, произведение равно нулю. Если произведение равно нулю, вообще-то 0 можно получить только в тех случаях, когда один из них 0. Потому что, например, двойку можно получить очень многими способами. Например, 1 на 2, 1 вторую на 2, 1 четвертую на 8 и так далее. А вот 0 можно получить только тогда, когда один из них 0. Мы просто не знаем, который из них 0. Из-за этого гадаем. Каждый приравниваем к нулю. x в квадрате минус 7 и 2x плюс 3 и 9 минус 9 корень из 3 равно 0. И под корнем 5 минус x равно 0. Вот. Два раза решаем вот так. Вот это в правую часть отправляю. x в квадрате минус 7 и 2x плюс 3 и 9 равно... 9 будет, а 3 в квадрате будет, а это 3 в степени 1 вторая будет. x в квадрате минус 7 и 2x плюс 3 и 9 равно... К двойке прибавляю 1 вторую. Так, 5 вторых. Это у нас 2,5 же. x в квадрате минус 7 и 2x плюс 3 и 9 равно 2,5. Это сюда приходит. Это x в квадрате минус 7 и 2x плюс 1 и 4 равно 0. И скрывно, 7 и 2 в квадрате, мне кажется, будто бы мы решали примерно такую задачу. 7 и 2 в квадрате это будет как? 7 и 2 в квадрате это будет 51,84. 51 и 84. Высчитаем на 4 умножаем. 6, 5 и 6. А, да-да-да, мы решали. Ну, это вначале было, короче. Извлекается, 6 и 8 в квадрате выйдет тогда. 6 и 8 в квадрате. Тогда x 1 и 2 равно 7 и 2 плюс минус 6 и 8 разделить на 2. Это будет 7 и 0,4 на 2. 0,2 выйдет. Следующее. Тут обе части возводим в квадрат. 5 минус x равно 0. x равно пятерке. Так, это 24 задача. Вот, 0,2 и 5. А почему они семерку не брали? Потому что у корня же есть область определения. Смотрите, под корнем 5 минус x. Из-под корня извлекаются какие числа? Отличные от нуля. То есть и положительные, короче. А, нет, 0 извлекается, да. 0 извлекается и положительные. Больше либо равно 0. Тогда x меньше либо равно 5. x должен быть меньше либо равно 5. Тут пятерка входит. 0,2 входит. А семерка же это больше же. А нам надо, чтобы меньше пятерки было. Тогда семерка не входит в ответ. Теперь. 2 в степени 4x плюс 5 разделить на 4 равно. Синус π на 4 это будет корень из 2 на 2. А корень из 2 это будет 2 в степени 1 вторая разделить на 2. Если делится, то степени отнимаются. Тогда тут остается 2 в степени минус 1 вторая остается. Умноженные на 2x на 3. Двойки сократятся. 2, а, двойки, эти двойки тоже сократятся. Тогда тут останется степени 4x плюс 5. 4x плюс 5 разделить на 4 равно минус x на 3. Пропорции умножаем. 12x плюс 15 равно минус 4x. Это сюда приходит 16x равно минус 15. 15x равно минус 15 шестнадцатых. Минус 15 шестнадцатых. Есть такой ответ. 26 задача. 49 это будет у нас 7 в квадрате. 7 в квадрате умноженное на 1 шестую умноженное на 7 в степени 2 и 5 равно 7 в степени 1 вторая умноженное на 7 в степени минус 2 третьих. 49 это 7 в квадрате будет умноженное на x в степени 0,5. Смотрите, если умножается, то степени складываются, да? Тут тройка. 1 третья плюс 2 и 5, это у нас 5 вторых. 5 разделить на 2. 7 в степени 1 вторая минус 2 третьих плюс 2 умноженное на x в степени 1 вторая. 7 в степени сюда двойку даю, сюда тройку даю. 2 плюс 15 разделить на 6 равно 7 в степени сюда тройку даю, сюда двойку, а сюда шестерку. 3 минус 2, 1, 1 плюс 12, 13 будет. 13 шестых умноженное на x в степени 1 вторая. x в степени 1 вторая равно если тут умножение, 7 туда переходит делением, так же 17 шестых делим на 7 в степени 13 шестых тогда что остается x в степени 1 вторая а, я тут ошибся, короче 3 умножаем на 1, 3 будет 2 на 24 же, минус 1 выйдет тогда 11 остается тут, не 13 а 11 уже второй раз ошибаюсь в арифметике 11, 11 тогда степени вычитаются 17 шестых минус 11 шестых 1 вторая равно 7 в степени 17 минус 11, это 6 шестых это как бы единица чтобы тут из одной второй получить единицу обе степени умножаю на 2 7 в квадрате, это будет 49 26 задача 49 да, есть такое теперь 27 16, это будет 2 в степени 4 почему именно 2? потому что я тут заметил, короче, самое маленькое число двойка значит, к этому приводим умножаем на 2 в степени 1 восьмая умноженное на 8 это 2 в кубе 40 умноженное на х равно 2 в степени 4 в квадрате 2 в степени 6 в пятых умноженное 2 в степени минус 2 умноженное на 2 почему минус 2? потому что тут 1 четвертая была это у нас 2 в степени минус 2 потом снаружи квадрат есть еще х умножаю их степени складываю 4 плюс 1 восьмая плюс 3 сороковых равно 2 в степени 6 плюс 6 в пятых минус 4 х равно сначала давай посчитаем сюда 40 общий знаменатель 40 даю сюда пятерку даю 160 плюс 5 плюс 8 разделить на 40 равно 2 в степени сюда пятерку а нет 6 минус 4 же двойку можно написать 6 минус 4 тут можно двойку написать пятерку даю 10 16 пятых будет тогда х в степени 165 165 плюс 8 173 сороковых равно 2 в степени 16 пятых умножение туда перейдет делением значит 2 в степени 16 пятых я делю на 2 в степени 173 сороковых если делится то степени вычитаются 16 пятых минус 173 сороковых сюда в восьмерку даю х равно будет 2 в степени 8 128 сороковых минус 173 сороковых так я тут правильно посчитал по идее 1 восьмая 2 в четвертый это у нас 1 восьмая 8 3 сороковых да правильно а почему 8 написал тут же 3 блин уже 168 будет 168 тут не 73 а 168 168 168 168 просто ошибка где я просто тройку написал я же тройку как восьмерку написал ну ладно если вычитать то будет минус 40 сороковых это у нас х в степени 2 минус 1 а минус 1 это будет 1 вторая 1 вторая это 0,5 а в ответе у нас 0,5 да правильно теперь 28 задача 3 в степени х в квадрате минус 3х плюс 2 равно 9 это 3 в квадрате будет тройки сократятся х в квадрате минус 3х плюс 2 равно 2х плюс 2 теперь из-под корня выходит положительная значит правая часть должна быть больше 0 это область определения больше минус 2х больше минус 1 1 теперь сначала плюсом решаем х в квадрате минус 3х плюс 2 ну модуль раскрыл плюсом 2х плюс 2 тогда будет х в квадрате минус 5х до их сократятся х равно х выносим тогда х равно 0 и х равно 5 да теперь вторая минусом раскрываем плюс 3х минус 2 равно 2х плюс 2 минус х в квадрате плюс х минус 4 равно 0 х в квадрате минус х плюс 4 равно 0 на минус 1 умножил минус 1 тогда дискриминант 1 минус 16 равно минус 15 не извлекается тогда корней не имеет теперь 0 и минус 5 а 0 и минус 5 это же больше чем минус 1 значит и 0 и 5 будет ответом 28 0 и 5 вот теперь 29 3,24 это у нас будет сокращается же да на 2 сокращается 50 а тут а давайте на 4 сразу 24 на 4 будет 6 100 на 4 это будет 25 3 6 двадцать пятых тогда это будет 25 75 81 будет 81 двадцать пятых в степени 2 корень из х минус 5 равно 5 девятых 5 корень из х плюс 1 что мы заметили 5 а тут 25 девятка а тут 81 81 это будет 9 пятых в квадрате же это так же это же все в квадрате я тут тоже пишу 9 пятых но к степени минус прибавляю чтобы одинаково было сокращаю теперь теперь 2 на 2 4 корень из х минус 10 равно минус 5 корень из х минус 1 сюда приходит 9 корень из х равно 9 корень из х равно 1 х равно плюс минус 1 так 29 а почему только плюс 1 взяли потому что тут же у нас есть корень а из под корня извлекаются только положительные числа и 0 а минус 1 это отрицательное из-за этого х равно 1 только 30 27 это у нас 3 минус в третьей степени умноженное на 9 это будет по идее 3 в квадрате же 9 это же 3 в квадрате 3 в степени 2 3х минус 1 разить на 4 вот 3 в квадрате вот это девятка потом степень делим на степень корня 3 минус в третьей умноженное на 2 третьих 27 это 3 в кубе минус 3 плюс их можно сократить двойка 3х минус 1 разить на 2 равно 3 в степени минус 2 сокращаются минус 3 плюс 3х минус 1 разить на 2 равно минус 2 все умножаю на 2 тогда минус 6 плюс 3х минус 1 равно минус 4 3х равно 6 минус 1 минус 7 туда переходит плюс 7 минус 4 3 остается x равно 1. Тридцатая задача единица. Да, вышло. Так, теперь, смотрите, когда мы видим степень, мы их раскрываем. Если плюс, то умножением раскрывается. Вот напишу формулу a в степени x умножено a в степени y a в степени x плюс y. Правая часть у нас остается, мы как бы пишем левую часть. Минус 5 в степени x равно 100. Теперь 5 в степени x можно обозначить как t. Тогда t умножено на 5 минус t равно 100. Тогда 4t равно 100 будет t равно 25. Потом мы сюда подставляем. 5 в степени x равно вместо t подставляем 25. x равно 2. С ответом сверим с ответами. x равно 2. Да, правильно. Теперь 4 умножено 3 в степени x умножено 3 в степени 2. Все степени раскрываем, которые можно вообще раскрыть. Минус 7 умножено 3 в степени x умножено 3 в степени 1 равно 20. 3 в степени x равно t, пусть будет. 3 в квадрате это же 9. 9 на 4 это 6. Плюс 5t минус 21t равно 20. 36 плюс 5 41. 41 минус 21 это 20 остается. Тогда t равно 1. Тогда 3 в степени x равно 1. x равно 0. Почему? Потому что единица это 3 в нулевой степени. Заключается x равно 0. Так, вторая задача. Да, тоже правильно. Теперь 3 в степени x умножаем на 3 в степени 1 минус 2 умножено 3 в степени x делим на 3 в степени 2. Почему делим? Потому что тут степени вычитаются. Равно 25. 3 в степени x обозначим как t. Тогда 3t минус 2t на 9 равно 25. Тогда сюда 9 дам. И сюда 9 дам. 27t минус 2t равно 225. Тогда 25t равно 25 умножено на 9. Напишу. Давайте вот так напишу. Потому что 25 сократится. t равно 9. А 3 в степени x равно 9. 9 умножено 3 в квадрате же. Тройки сократятся. x равно 2. Следующее. 10 в степени x минус 5 в степени x разить на 5 умножено 2 в степени x разить на 4 равно 950. 10 в степени x минус тут степени одинаковые же, да? 10 в степени x разить на 20 равно 950. 10 в степени x равно t. Тогда t минус t разить на 20 равно 950. Сюда двадцатку и сюда двадцатку Тогда 20t минус t равно 20 умножено 950 Тогда у нас 19t равно 20 умножено 950 19 и 95 сокращаются, пятерка остается t равно 10, 100, 1000 Значит 10 в степени х равно 1000 Это будет 10 в кубе Х равно 3 Теперь 7 в степени х умножено 7 в квадрате Минус 1 седьмая умножено 7 в степени х умножено на 7 14 на 7 в степени х разделить на 7 в степени 1 Плюс 2 на 7 в степени х равно 48 Тогда тут семерки сократятся 7 в степени х равно, пусть будет t Тогда 7 в квадрате же 49 t минус t минус, тут двойка остается 2t плюс 2t равно 48 Тогда 48t равно 48 t равно 1 7 в степени х равно 1 1 это любое число в нулевой степени Тогда х равно 0 будет 6 задача 2 умноженное Так, 16 это будет 2 в четвертой степени Минус 2 в четвертой степени Минус 4 это 2 в квадрате будет 2х минус 2 Вот видите, 4 это 2 в квадрате 2 на 4 2х минус 2 на 4х минус 2 на 4х минус 4 будет Но минус 4 я могу написать как деление Разделить 2 в степени 4 2 в степени 4х я обозначу как t Тогда 2t минус t минус t на 16 равно 0 Сюда 16, сюда 16 Тогда 16t минус t равно 0 Какой 0? 15 же у нас справа 15 же Тогда 15t равно 15 t равно 1 2 в степени 4х равно 1 А 1 это 2 в нулевой степени Тогда 4х равно 0 x равно 0 Теперь 5 умноженное на 2 в степени под корнем x минус 3 умноженное на 2 в степени под корнем x минус 1 А если минус 1, то делением же можно написать Делим 2 равно 56 2 в степени 1 по идее 2 в степени под корнем x Пусть будет t Тогда 5t минус 3t пополам равно 56 Сюда двойку дам, сюда двойку дам 10t минус 3t равно 2 на 56 7t равно 2 на 56 8, 16 Тогда 2 в степени под корнем x равно 16 это у нас будет 2 в 4 Тогда под корнем x равно 4 x равно 16 2 в степени x разить на 2 плюс 2 в степени x разить на 2 в квадрате плюс 2 в степени x разить на 2 в кубе равно 448 Смотрите, 2 в степени x пусть будет t Тогда t на 2 плюс t на 4 плюс t на 8 равно 448 Сюда восьмерку дам Сюда двойку, а сюда четверку 4t плюс 2t 6t, 7t будет, да? Равно 8 умноженное на 448 Семерка и 448 по мне сокращаются 6 64 выйдет t равно тогда 8 умноженное на 64 Теперь 2 в степени x равно Вот это подставляю 8 умноженное на 64 8 это будет 2 в кубе будет 64 это будет 2 в степени 6 степени 2x равно 2 в степени 9 x равно 9 Давайте-ка посмотрим Восьмая задача Да, девятка Правильно Девятая 2 в степени x умноженное на 2 плюс 3 умноженное на 2 в степени x разить на 2 минус 5 умноженное на 2 в степени x плюс 6 равно 0 2 в степени x пусть будет t Тогда 2t плюс 3t на 2 минус 5t плюс 6 равно 0 Везде двойки дам 4t плюс 4t плюс 4t плюс 3t минус 10t плюс 12 равно 0 минус 3t равно минус 12 t равно 4 Теперь 2 в степени x равно 4 x равно 2 Вот вышло Десятая задача 4 в степени x разить на 4 плюс 11 умноженное на 4 в степени x разить на 4 в квадрате это будет 16 15 делим на 4 2 в 4 Это 16 будет Значит, сюда только 4 дам и 4 в степени x как t обозначил Тогда 4t плюс 11 t равно 15 15t равно 15 t равно 1 4 в степени x равно 1 а 1 это 4 в нулевой степени Тогда x равно 0 будет Все решено Теперь 11 Теперь 11 Звач 3 в степени x разделить на 3 умноженное на 2 в степени x умноженное на 2 плюс 2 в степени x разделить на 2 умноженное на 3 в степени x равно 7 36 Если степени одинаковые то 6 в степени x 3 плюс 6 в степени x на 2 равно 7 36 Сюда даю 12 даю, потому что 2 на... 6, общий знаменатель беру. И 6 степень х, как т, думаю, вот так. Сюда даю 18. Тогда 24т плюс 18т равно 7. Так, 2 42т равно 7. Я правильно посчитал? 2 на 2 4, 2 на 1 2, 24 плюс 18. Так. Да, правильно. Т равно... 1 шестая будет. Тогда 6 степени х равно 1 шестая х равно минус 1. Так, 3 в степени 2х разделить на 3 в степени 3 минус 9 в степени х разделить на 9 плюс 27 в кубе будет 2х на 3 675. Тройки сократятся. 3 в квадрате это 9 в степени х разделить на 27 минус 9 в степени х разделить на 9 плюс 3 в квадрате тоже 9 в степени х равно 675. Теперь 9 в степени х думаю как т. Тогда т на 27 минус т на 9 плюс т равно 675. сюда тройку даю сюда 27 даю сюда тоже 27 даю т минус 3т плюс 27т равно 27 умноженное на 675. Тогда 25т равно 27 умноженное на 675. Тут выйдет 27 т равно 27 в квадрате а т это у нас как бы 9 каждая 10 в степени х равно вместо т 27 в квадрате пишу. 9 это 3 в квадрате 27 в квадрате 27 это у нас 3 в кубе же тогда 3 в 6 умножается на 2 тогда 2х равно 6 х равно 3 ответ вышел. 4 в степени х разделить на 4 плюс 4 в степени х плюс 4 в степени х умноженное на 4 равно 84. 4 в степени х как т беру значит т на 4 плюс т плюс 4т равно 84. Так а сначала давайте 5т напишу потому что т плюс 4 это 5 тоже. сюда четверку даю и сюда четверку даю тогда 21т будет равно 4 на 84 сократятся тут четверка остается 4 на 4 16 будет 4 в степени х равно 16 потому что я как бы подставляю вместо т х равно 2 следующая задача 5 в степени х умноженное на 5 плюс 5 в степени х плюс 5 в степени х разделить на 5 равно 155 5 в степени х равно т тогда 5т плюс т плюс т на 5 155 6т плюс т на 5 155 сюда пятерку даю и сюда пятерку даю 31т равно 155 умноженное на 5 5 тогда т равно 25 5 в степени х равно 25 х равно 2 3 в степени 3х умноженное на 3 в степени 1 27 в степени х разделить на 27 плюс смотрим так 9 это у нас 3 в квадрате будет но у девятки же есть степень 1,5х минус 1 значит 2 умножаем на 1,5х минус 1 тогда это будет 3 в степени 3х минус 2 3 в степени 3х разделить на 3 в квадрате 9 будет равно 80 3 в степени 3х это как бы 27 же 27 а нет давайте лучше 3 в степени 3х беру как т 3 в степени 3х беру как т тогда это будет 3т минус 4т на 27 плюс т на 9 равно 80 почему 27 это сразу т дает потому что 27 это 3 в кубе же и 3х дает в степени сюда дает 27 сюда тройку даю и сюда 27 даю 81t минус 4 т плюс 3 т равно 80 80t равно 80 т равно 1 3 в степени 3х равно 1 1 это 3 в нулевой степени 3х равно 0 х равно 0 5 в степени х умножено 5 в 6 минус 3 в степени х умножено 3 в 7 43 умножено на 5 в степени х умножено 5 в 4 минус 19 на 3 в степени х умножено 3 в 5 так пятерки в одной стороны в одной стороне буду собирать тройки в другой стороне 5 в степени х умножено 5 в 6 вот тут пятерка есть минус 43 умножено на 5 в степени х умножено 5 в 4 равно. Вот это туда отправляю. 3 в седьмой на 3х минус 19 на 3 в х степени 3 в пятой. Тут можно вынести 5 в степени х и 5 в степени 4 можно вынести. Тогда 5 в квадрате остается. Тут можно 3 в степени х и 3 в степени 5 можно вынести. Тут девятка останется. Почему? Потому что 3 в квадрате же остается. Я же пятерку вынес. Тут 25 будет. 25 минус 43 8 18 будет. Равно 3 в пятой 9 минус 10 будет. Минус на минус плюс будет тут. Значит, мы можем так сделать. 5 в степени х разделить на 3 в степени х. Я эту тройку сюда перенес. Но деление. Почему деление? Потому что между ними же умножение. Тогда 3 в пятой умноженное на 10. Внизу 5 в четвертую умноженное на 18. Сократятся на двойку. Тут будет 5, а тут 9. А 9 это у нас 3 в квадрате же. Напишу как 3 в квадрате. Тогда 3 в квадрате пятерка сокращается. Тут 3 остается. Вот это с этим. Тут тоже 3 остается. Тогда 5 в степени х 5 на 3 в степени х равно тут у нас 3 на 5 в степени 3 будет. Потому что и тут куб, и тут куб. Тогда, знаете, вот 5 в степени... А 3 пятых я могу написать как 5 третьих, но в минус третьей степени. х равно минус 3. Следующая задача. 2 в степени х в квадрате разделить на 2. Минус 3 в степени х в квадрате. 3 в степени х в квадрате разделить на 3. Х в квадрат, 2 в квадрате, 4 будет. Сюда переношу. 2 в степени х в квадрате на 2 плюс 2 в степени х в квадрате равно 3 в степени х в квадрате на 3 3 в степени х в квадрате 2х в квадрате выношу 1 вторая плюс 1 равно 3 в степени х в квадрате выношу 1 третья плюс 1 2 в степени х в квадрате делим на 3 в степени х в квадрате короче, х собираем в одну сторону тогда это 2 треть уходит в знаменатель Потому что они должны же умножаться Вот так, в пропорции А 3 четвертых Вот туда уходит Тогда у нас что получается 2 третьих в степени х в квадрате Равно 2 на 4 умножается 8 3 на 3 Это будет 9 Сюда в тройку дал 3 плюс 1, 4 будет Да, вроде правильно все А, я тут как единицы написал Тут же четверка оказывается Четверка я забыл, живу тут 9 во-вторых будет 9 на 3, 27 будет 27 А это у нас 2 третьих в кубе Тогда х квадрат равно 3 И х равно плюс-минус корень из трех 17 плюс-минус корень из трех Да, правильно 18 В степени 2х минус 7 в степени х Минус 5 в степени 2х умноженное на 35 7 в степени х умноженное на 35 Равно 0 5 в степени 2х я выношу за скобки Тут единица остается Минус 35 Равно А эти семерки я туда отправляю И тут тоже выношу короче Минус 34 умноженное на 5 в степени 2х 7 в степени х выношу 1 минус 35 Тут тоже 34 остается Сокращается 5 в степени 2х Терю на 7 в степени х Равно единице Тут можно х вынести 5 в квадрате на 7 В степени х Равно Единица Это же Любое число в нулевой степени же Х равно 0 будет тогда Х в квадрат умноженное на 2 в степени х Плюс 2 в степени х Х умноженное на 2 в степени х Умноженное на 2 в степени полтора 2 в степени полтора Это будет 3 вторых Умноженное на 2 в степени 3 вторых так, этот x с этим сокращается 2 в степени x можно вынести также x плюс 1 остается равно 2 в степени x ой, тут же можно умножение подставить восьмерка будет да так, 19 да, под корнем выходит тогда x сокращаем x плюс 1 равно 8 это у нас 4 на 2 значит 2 под корнем 2 x равно 2 под корнем 2 минус 1 да, ответ такой следующее тут вот эти части не сократились давайте пока уберу 3 в степени x так, у меня все записывается да умножить на 3 в кубе это 27 плюс 3 в кубе 27 на 3 в степени x разить на 3 минус 3 равно 0 3 в степени x как т обозначен плюс 27 и 3 это 9 т будет минус 3 равно 0 18 т равно 3 т равно 1,6 ответ через логарифм 2,20 да, через логарифм тогда это так будет смотрите 3 в степени x равно 1,6 как избавиться как тут можно сократить обе части логарифмируем но основание будет такое которое у x состоит x равно логарифм 3 по основанию 1,6 а это будет логарифм 3 по основанию 1 минус логарифм 3 по основанию 6 это же 0 будет значит минус логарифм 3 по основанию 6 6 это у нас 3 на 2 если умножаются то логарифмы складываются 3 по основанию 3 плюс логарифм 3 по основанию 2 а 3 по основанию 3 это у нас будет минус 1 минус логарифм 3 по основанию 2 вот с ответом совпало теперь 9 в степени x это будет 3 в степени 2x минус 2 в степени x умноженный на корень из 2 потому что 2 в степени 1 2 это корень равно 2 в степени x умноженное 2 в степени 3,5 это будет 7 вторых это 2 в седьмой степени 2 в седьмой это будет 2 в пятой 32, 2 в шестой 64 2 в седьмой 128 минус 3 в степени 2x повредить на 3 тройки в одну сторону а двойки в другую сторону 2x плюс 3 в степени 2x на 3 равно 2 в степени x умноженное 128 это 64 на 2 значит 8 корень с 2 в степени x умноженное корень с 2 3 в степени 2x можно вынести 1 третья равно 2 в степени x можно вынести а еще и корень можно вынести 8 плюс 1 теперь что мы можем сделать 3 в степени 2x разделить на 2 в степени x равно корень из 2 умножить на 9 сюда тройку даю 4 в третьих теперь что можно сделать 9 вторых в степени x почему 9 вторых? потому что 3 в квадрате 9 же равно корень из 2 умножить на 9 на 4 в третьих это так уходит тогда 9 вторых в степени x равно корень из 2 умножить на 9 умножить на 3 разить на 4 теперь что мы сделаем смотрите четверка это будет 2 в квадрате также я эту часть уберу потому что она у меня она мне уже не нужна смотрите 9 вторых в степени x равно тут пишу корень из 2 и делится да? смотрите 10 и 3 в квадрате 3 это 3 в кубе будет 9 на 3 это 3 в кубе будет потом 2 в степени 1 вторая делится на 2 в степени 2 если делится то степени вычитаются 2 в степени 3 вторых будет 2 в степени 3 вторых будет теперь тут что мы можем сделать чтобы тут только двойка осталась мы можем вынести 3 вторых за скобки 3 в квадрате умноженный на 3 вторых можно написать ааа да все 3 вторых вот 3 вторых можно вынести когда это так будет x равно 3 в степени 2 разить на 2 в степени 3 вторых тогда x равно полтора тогда с ответом совпадает следующая задача 3 в степени x плюс 3 в степени x умножен на 3 3 в степени x умножен на 9 равно 5 в степени x плюс 5 в степени x умножен на 5 плюс 5 в степени x умножен на 25 3 в степени x выношу 1 плюс 3 плюс 9 5 в степени x выношу 1 плюс 5 плюс 25 3 в степени x умножен на 19 равно 5 степени x умноженное на 31 22 у нас через логарифм что ли да через логарифм смотрите 3 в степени x раздеть на 5 степени x равно 19 тут 31 будет 3 5 в степени x равно 31 раздеть на 19 что обвязывается от этого основания я обе части логарифмируют логарифм 3 5 тогда они сократятся а за это x равно логарифм в степени а 3 5 в основании под логарифм 31 19 вот этот ответ 3 это 3 в степени x минус 2 будет потому что я как перевел 6 умножен на 9 это нас 3 в квадрате x минус 4 на 2 плюс 2 на 3 в степени x деленное на 3 в степени 6 29 3 в степени x делить на 3 в квадрате 9 будет 6 умноженное дойки сократятся 3 в степени x разделить 3 в 4 это 81 плюс 2 на 3 в степени x разделить на 27 в квадрате вот 3 в 6 это 27 в квадрате будет а 27 в квадрате чем ураем давайте-ка посчитаем 27 на 27 это у нас 724 729 внизу будет 729 либо это 3 в 6 729 тут смотрите 81 умножаем на 9 а тут 81 даю а тут 729 даю 3 в степени x как-то обозначил я обозначил тогда 81 т минус 54 т плюс 2 т равно 29 на 729 81 минус 54 27 плюс 2 это 29 т будет равно 29 умножен на 729 т равно 729 от это же нас 3 в степени x 729 это у нас 3 в 6 тогда x равно 6 вот так вот следующая 24 3 в степени x минус 2 плюс 3 в степени x разделить на 3 в кубе 27 равно 99 плюс под корнем 3 в степени x минус 3 в степени x минус 3 в степени x минусом раскрыть то ой какой ада x минус 4 будет если минусом раскрыть скобку раз минус 4 степени x минус 4 в степени x минус 3 в степени x разить на 3 в четвертой 81 будет 3 в степени x равно т тогда т на 9 плюс т на 27 равно 99 плюс т на 81 сюда 81 даю сюда тройку даю сюда девятку даю значит 9т плюс 3т равно т плюс 81 умноженное на 99 11т равно 81 на 99 девятка остается т равно 9 умноженное 81 это 9 в квадрате а т это у нас 3 в степени x тогда 3 в степени x равно 9 это у нас 3 в квадрате 9 в квадрате это будет 3 в 4 тогда потому что 3 в квадрате 2 на 2 умножается 4 будет x равно 2 плюс 4 равно 6 почему плюс потому что если умножение то степени складываться же будут то четвертая задача шестерка да вот правильно теперь метод введения новой переменной 3 вторых в степени x обозначил как т тогда 4t квадрат плюс 15t равно 54 почему это т квадрат потому что я как-то беру со степенью x вот это т а тут остается т квадрат вот так вот 4t квадрат плюс 15t минус 54 равно 0 дискриминат 225 16 на 54 сколько будет 864 равно плюс 1025 1089 это у нас 33 в квадрате по мне да это 33 в квадрате так первое второе равно минус 15 плюс минус 33 на 2 на 4 8 будет 33 минус 15 это у нас будет 18 торида до 18 восьмых и если складывать 33 плюс 15 это будет 48 восьмых это будет мин 6 от отсюда что выйдет если сократить на 2 то 9 четвертых смотрите теперь 3 вторых в степени x равно 9 четвертых пишу но вы сами понимаете что это 3 вторых в квадрате сокращаются тогда x равно 2 теперь 3 вторых в степени x равно минус 6 показательная степень не может дать отрицательное число для этого тут должно быть отрицательное число тогда это не решается или запомните мы просто не приравниваем как к отрицательному числу 5 в степени x равно t тогда 02 т квадрат минус 48 минус 5 равно 0 дискриминат 48 в квадрате это будет 48 умножим на 48 23 но 4 а 4 плюс так это будет единица 4 вы тут тогда 2704 должно выйти так ли тогда у нас выйдет 2704 а это у нас под конем сейчас извлеку корень 2704 под конем 5 и 2 значит 5 и 2 в квадрате выйдет то 1 и 2 это будет 48 плюс минус 52 раздеть на 0 4 будет 48 минус 5 и 2 это будет минус 4 минус 1 дает если складывать то это будет давать десятку 10 терем на но 4 тогда выйдет 25 тогда 5 степени x равно 25 x равно 2 а к минусу я не приравниваю 2 а нет 4 в степени x минус 10 умножено 2 в степени x разить на 2 минус 24 равно 0 2 в степени x как-то обозначим тогда это будет т квадрат минус 5 минус 24 равно 0 дискриминант 5 в квадрате это 25 плюс 96 это будет 121 5 плюс минус 11 на 2 16 на 2 8 будет минус 6 на 2 минус 3 будет вот так вот 2 в степени x равно 8 x равно 3 потому что 8 это у нас 2 в кубе будет дойка сократятся и x равно 3 будет четвертое 5 в степени 2 x плюс 24 умножено 5 в степени x разить на 5 минус 1 равно 0 5 в степени x обозначим как-то тогда т квадрат плюс 24 т на 5 минус 1 равно 0 все умножим на 5 тогда это будет 5 т квадрат плюс 24 т минус 5 равно 0 дискриминант 576 плюс 100 676 это у нас 26 в квадрате будет минус 24 плюс минус 26 на 10 минус 50 на 10 это минус 5 будет если складывать то это будет 1 пятое 5 в степени x приравним только к положительной 1 1 5 это 5 в степени минус 1 x равно минус 1 тогда 2 в степени x умножено 2 плюс 4 в степени x равно 80 2 в степени x это как-то берем тогда это будет т квадрат т квадрат плюс 2t минус 80 равно 0 дискриминант 2 в квадрате 4 плюс 320 равно 324 4 это будет минус 2 плюс минус 2 плюс минус 18 на 2 16 на 2 будет восьмерка и минус 10 но к минус 10 не приравниваем тогда 2 в степени x равно 8 x равно тройке теперь 2 в степени 2x разить на 2 в кубе это восьмерка будет минус 3 умножено 2 в степени x разить на 2 в квадрате 4 4 будет теперь 2 в степени x как-то беру тогда т квадрат на 8 минус 3t на 4 плюс 1 равно 0 все умножаю на 8 хорошо тогда т квадрат минус так так твой к 2 на 3 6 плюс 8 равно 0 дискриминант 6 минус 32 равен остается 4 6 плюс минус 2 на 2 4 4 на 2 2 будет тогда 2 в степени в степени x равно 4 x равно 2 2 в степени x равно 2 x равно 1 тогда единица и двое к выезд это следующая 9 в степени x родить на 9 плюс 3 в степени x а какой плюс минус шуттюм шансы нужно 3 плюс 3 в степени x на двадцать семь равно 1 все умножаю на 27 девятка и двое центре остается а еще 3 в степени х как-то беру минус 3t плюс 27 а это ты будет равно 27 минус 2t минус 27 равно 0 4 плюс 12 умножаем на 27 324 тогда 328 так седьмая задача 7 задача до тройка выйдет сейчас а я тут 3 на 27 не умножил тогда это будет 81 тут будет а то не извлекается 8 минус 80 тогда будет 3t квадрат минус 80t минус 27 равно 0 64 0 0 плюс 324 плюс 324 тогда из-под корня выходит 82 80 плюс минус 82 на 6 тогда 162 на 6 это будет если на 2 поделить то 81 на 3 если их поделить то будет 27 3 в степени x равно 27 x равно 3 а тут почему не решаю потому что минус 1 3 будет я же не приравниваю к минусу я приравниваю только к положительным числам 5t квадрат это будет потому что 7 степени 3x как-то беру минус 2t минус 3 равно 0 сумма коэффициентов дает нам 0 тогда первый корень единица а второй корень будет минус 3 пятых тогда 37 в степени 3x равно единица 7 в нулевой степени 3x равно 0 x равно 0 вот так вот 9 в степени x плюс 8 на 3 в степени x разделить на 3 минус 1 равно 0 3 в степени x думаю как-то тогда t квадрат плюс 8t на 3 минус 1 равно 0 тогда на 3 умножить а все 3t квадрат плюс 8 минус 3 равно 0 и скринант 64 плюс 36 равно сотка t первое и второе равно минус 8 плюс минус 10 на 6 минус 3 и 1 3 выйдет тогда 3 в степени x равно 1 3 x равно минус 1 почему потому что это 3 минус 1 степень будет десятая задача 33 умноженное на 2 в степени x разделить на 2 минус 4 в степени x умноженное на 4 равно 2 2 в степени x беру как t тогда 33t пополам минус 4t квадрат равно 2 4t квадрат минус 33t пополам плюс 2 равно 0 умножить она все двойку 8t квадрат минус 33t плюс 4 равно 0 дискринант 1089 отнимаю 8 умножаю на на 16 сейчас посчитаем 8 умножим на 16 128 1089 31 в квадрате выйдет тогда t1 и 2 равно 33 плюс минус 31 на 16 64 на 16 4 будет и 1 восьмая 2 в степени x равно 4 x равно 2 потом 2 в степени x равно 1 восьмая 1 восьмая этому у нас 2 в минус 3 степени x равно минус 3 11 6 и пени x равно t тогда t квадрат минус 8t плюс 12 равно 0 дискринант 64 минус 48 тогда 6 и 16 остается t1 и 2 равно 8 плюс минус 4 на 2 6 и 4 на 2 выйдет 6 степени x равно 6 x равно 1 и 6 степени x равно 2 обе части логарифмируем вот x равно логарифм 6 по основанию 2 3 в степени 2 корень из х равно t тогда это будет t квадрат минус 4t плюс 3 равно 0 сумма коэффициентов дает нам 0 тогда первый корень единица второй корень будет тройки 3 в степени 2 корень из х равно единицы единица это 3 в нулевой степени тогда 2 корень из х равно 0 корень из х равно 0 x равно 0 потом второй 3 2 корень из х равно 3 Равно единице Корень х равно 1 вторая Х равно 1 четвертая 0 и 1 четвертая 17 Умноженное на t Почему? Потому что 2 Со степенью корень минус 8х Думаю как t А тут же четверка, четверка это t квадрат Тогда будет 2t квадрат 2t квадрат Их туда перевожу Минус 17t плюс 8 равно 0 Дискриминант 289 отнимаем 64 равно 225 t1 и 2 равно 17 плюс минус 15 На 4 17 плюс 15 32 на 4 это 8 выйдет Если вычитать то 1 вторая выйдет 2 в степени Х квадрат минус 8х Равно 8 это у нас 2 в кубе Вот это приравнило Да понялишь? Так Сокращаются Тогда корень Х квадрат минус 8х Равно тройке Возвожу в квадрат Х квадрат минус 8х Равно 9 Х квадрат минус 8х Минус 9 Равно 0 Если бы тут был плюс То сумма коэффициента Дал бы нам 0 Тогда первый корень минус 1 будет Второй корень 9 выйдет Но у нас же есть область определения То есть Х квадрат минус 8х Больше 0 Х Х минус 8 больше 0 Х равно 0 И х равно 8 Тогда у нас область определения будет Тут восьмерка Тут 0 Вот так И верхняя часть Потому что тут больше Значит Минус 1 входит И 0 тоже А 9 тоже входит Теперь 2 в степени Корень Х квадрат минус 8х Равно 1 вторая Это у нас 2 в минус 1 Теперь Как корень может быть равен минусу? Тогда это не решается Вот так вот 5 в степени х Это пусть будет т Тогда Т минус 24 Равно 25 На т Т туда умножаю Т квадрат минус 24 Т Минус 25 Равно 0 Если бы тут был плюс То сумма коэффициента Дал бы 0 Тогда Т1 минус 1 Это 2 25 5 в степени х Равно 25 Х равно 2 10 умножим На 5 в степени х Среди на 5 Плюс 5 в степени А какой плюс? Минус что тут? Минус 5 в степени х Умноженное на 5 5 в степени 2х Равно 10 Пусть 5 в степени х Будет т Тогда 2т Минус 5т Плюс т квадрат Равно Десятка Т квадрат Минус 3т Минус 10 Равно 0 30 А, какой-то 9-ка Плюс 40 49 будет 3 Плюс-минус 7 на 2 Пятерка И минус 2 Тогда 5 в степени х Равно пятерке Х равно 1 Вот так вот Теперь 4 в степени минус х Равно Минус 2 в степени 1 минус х Равно 8 Почему 1 минус х? Потому что Я двойку поднял наверх И степени поменял местами Потому что минус прилагается Предлагается 4 в степени минус х Минус 2 Умноженное на 2 в степени минус х Вот так пишу Теперь 2 в степени минус х Как-то беру Тогда это будет Т квадрат Минус 2т Минус 8 Равно 0 Дискренант 4 плюс 32 Равно Т6 Т1 И 2 Равно 2 плюс-минус 6 На 2 Суммирую 8 на 2 4 выйдет И минус 2 выйдет 2 в степени минус х Равно 4 4 это у нас 2 в квадрате же Минус х Равно 2 Х Равно минус 2 А к отрицательному Я не приравниваю Теперь Я это как бы В скобку беру И сюда даю В знаменатель Общий знаменатель Х на 2 Минус 1 даю Тогда что выйдет 4 в степени х Минус 2 в степени х Умноженное на 2 в квадрате 4 плюс 3 Плюс Смотрите Тогда А плюс Б И А минус Б Живые Тогда Так же Тогда 2 в степени х На 2 Умножаем на 2 Минус 1 в квадрате Равно 0 Они сократятся Тогда 2 в степени х Пусть будет Т Тогда это будет Т квадрат Минус 4Т Плюс 3 Плюс Т Минус 1 Равно 0 Т квадрат Минус 3Т Плюс 2 Равно 0 Сумма коэффициентов Дает нам 0 Тогда Первый корень Это 1 А второй корень Это будет 2 Значит 2 в степени х Равно 1 1 Это 2 в нулевой степени Х Равно 0 Теперь 2 в степени х Равно 2 Х Равно 1 Но Смотрите У нас В знаменателе Есть оба соопределения Это не равно 0 Знаменатель переписал Вот Не равно 0 Х Пополам не равно 1 Единица Это у нас 2 в нулевой степени Х Пополам не равно 0 Х Не равно 0 Тогда 0 не входит в ответ Только 1 Будет ответом Следующее Логарифм 2 по основанию 2х Минус 7 3 минус х Это что-то задача Логарифма Будто бы Как это решается Обе части логарифмируем Короче Это от проверенной степени Логарифм сократится Минус 7 Равно 2 в степени 3 минус х 2 в степени х Минус 7 Равно 2 в кубе Это 8 на 2 в степени х 2 в степени х Беру как т Тогда Т минус 7 Равно 8 на т Т квадрат минус 7 Т минус 8 Равно 0 Если бы тут был плюс То сумма коэффициентов Дала бы нам 0 Тогда первый корень Минус 1 А второй корень Их делим Восьмерка Тогда 2 в степени х Равно восьмерке Х равно тройке Следующее 2 в степени х Умноженное на 2 В квадрате Это 4 Минус 2 в степени 2 разделить на 2 в степени х Минус 15 Равно 0 2 в степени х Это будет т как 4т Минус 4 на т Минус 15 Равно 0 Сюда т даю И сюда т даю Тогда 4т квадрат Минус 15 Т Минус 4 Равно 0 Дискремлент 225 Плюс 64 Равно 289 Это 17 в квадрате Это первое И второе Равно 15 Плюс минус 17 на 8 302 на 8 Это 4 Минус 1 Четвертая Еще выйдет Тогда 2 в степени х Равно 4 Х равно 2 Вот так вот Теперь 2 в степени х Пусть будет т Тогда в восьмерке Даже 2 в кубе Т куб Минус т квадрат Равно т Тут можно т вынести Короче Т квадрат Минус т Равно т Т можно сократить Т квадрат Минус т Равно Единица Ой Единицу сюда перевожу Теперь дискремлент Это единица Плюс Равно корень из 5 А 20 Это с корнем выходит 20 Да С корнем выходит Еще и логарифм Т 1 и 2 Равно 1 плюс минус Корень из 5 На 2 Тогда смотрите 2 в степени х Равно будет Я минусом не решаю Потому что отрицательное число получится Корень из 5 На 2 Теперь обе части Логарифмируем Вот так Логарифм сократятся Тогда Х равно Логарифм 2 по основанию 1 плюс корень из 5 Раздеть на 2 Но такого ответа нету Почему? Потому что Если деление То логарифм вычитаются И говорят 1 плюс корень из 5 Отнимаем Логарифм 2 по основанию 2 Они сокращаются Остается только 1 Вот такой ответ 21 3 в степени х в квадрате Не, нет Давайте так лучше Так Это уберем Ко мы 9 в степени х в квадрате Разделить на 9 Минус 36 3 в степени х в квадрате На 3 в кубе 27 Плюс 3 равно 0 Это будет Это будет Т квадрат На 9 Минус 36 И 27 4 третьих остается 4Т на 3 Плюс 3 Равно 0 Все умножим на 9 Тогда т квадрате Минус 12 Т плюс 27 Равно 0 Скремнант 144 Минус 8 108 Остается нам 6 36 Тогда т 1 и 2 Равно 12 плюс минус 6 На 2 18 на 2 Будет 9 6 на 2 Это 3 Будет Тогда 3 в степени х в квадрате Это будет 9 9 это у нас 3 в квадрате Тройки сократятся Х в квадрате Равно 2 Х равно Плюс минус Корень с 2 И теперь 3 в степени х в квадрате Равно тройке Х в квадрате Равно 1 Х равно Плюс минус 1 Вот так вот Там есть такие ответы Следующее 4 в степени х умножено на 4 Плюс 4 Разлить На 4 в степени х Минус 1 А десятка Равно 0 Пусть 4 в степени х Будет Тогда 4т Плюс 4 на т Минус десятка Равно 0 Везде Т даю И сюда И сюда Т даю 4т в квадрате Минус 10 Т Плюс 4 Равно 0 Дискремнант Сотка будет Минус 64 Равно 36 Т Первое И второе Равно 10 Плюс минус 6 На 8 2 И 1 вторая Выйдет 4 в степени х Пусть равно двойке 4 это же 2 в квадрате Двойки сократятся Тогда 2х Равно 1 Х Равно 1 вторая 2 в степени 2х То есть 4 в степени х Приравню к 2 в степени Минус 1 Почему минус 1? Это же 2 в минус 1 2х равно минус 1 Х равно минус 1 вторая Следующее 23 81 Давайте сразу введем новую переменную Вот 9 в степени 1 на х Пусть будет t Тогда 3t квадрат Потому что 81 это t квадрат Минус 10t Плюс 3 Равно 0 Дискриминант Сотка Минус Тридцать 3,3,9 9 на 4 36 Равно 64 Это первое и второе Равно 10 Плюс минус 8 на 6 3 и Одна Так, так, так Одно третье выйдет 9 это у нас 3 в квадрате же 3 в степени 2 на х Равно Тройки 2 на х Равно Единица Х Равно Двойки Теперь 3 в степени 2 на х Равно 3 в степени Минус 1 Это Вот это Минус 1 Тогда 2 на х Равно Минус 1 Х Равно Минус 2 Вот так вот 2 в степени Х Минус 0,5 Это у нас Одна вторая 3 и 75 Пусть 2 в степени Х Равно t t минус 1 на t Равно 3 и 75 Сюда t даю И сюда t даю t квадрат Минус 3 и 75 t Минус 1 Равно 0 Дискремнант Тут 3 и 75 Возводим в квадрат Сейчас 3 и 75 Возводим в квадрат То это будет 14 0 625 14 И 0 625 Плюс 4 Потому что умножаем на 4 Плюс 4 18 0 625 Под корнем 4 и 25 В квадрате Тогда t1 и 2 Равно 3 и 75 Плюс минус 4 и 25 Разить на 2 Тогда Если вычитанием То отрицательное число Получится Я суммирую их Короче Плюс 3 и 75 Восьмерка делим на 4 Будет Тогда 2 в степени x равно 4 x равно 2 Вот так вот Следующее Это называется Однородное уравнение То есть Что такое Однородное уравнение x в квадрате Плюс y в квадрате Плюс там x y Равно 0 То есть Первый в квадрате Второй в квадрате И их произведение Смотрите Вот Девятка Это 3 в квадрате Вот 2 в квадрате Стоит Шестерка Это 2 на 3 Их произведение Как решается Однородное уравнение Мы все делим Либо на y в квадрате Либо на x в квадрате Тогда у нас x на y в квадрате Плюс 1 Плюс x на y Равно 0 Потом x на y Как t берем Как t Тогда t квадрат Плюс t Плюс 1 И 0 То есть Квадратное уравнение Получится Вот так вот Теперь давайте Решим задачу Нашу Девятка Это у нас 3 в квадрате Плюс шестерка Это у нас 2 в степени x Умноженное на 3 в степени x Помните Когда степени одинаковые То числа же умножаются Да? Не так ли, да? Минус 2 в степени Я просто Правую часть сюда перевожу 2x Умноженное на 2 Равно 0 Почему умноженное? Потому что степени же там складываются Давайте все поделим На 2 в степени 2x Тогда 3 в степени 2x Разделить на 2 в степени 2x Выдет, да? Плюс 2 в степени x Умноженное на 3 в степени x Разделить на 2 в степени 2x Минус 2 в степени 2x Умноженное на 2 Разделить на 2 в степени 2x Равно 0 Вот это сокращается А тут 2x можно за скобки вынести Так же А что такое 2x означает? 2x это означает, что x будет два раза То есть Если плюс, то умножаться будут 1 сокращается с этим Остается только 2 3 вторых в степени x Или вы можете так запомнить Там, где произведение двух чисел Остается только 1x До этого было типа 2x А тут только просто x остается Тогда 3 вторых в степени x Обозначу как t Тогда это будет t квадрат Плюс t минус 2 равно 0 Сумма коэффициентов дает нам 0 Тогда первый корень это единица А второй корень это будет минус 2 Я к минус 2 не приравниваю Приравню только к одному Тогда 3 вторых в степени x равно 1 А единица это любое число В нулевой степени x равно 0 будет тогда Теперь 125 умножено на 5 в степени 2x Минус 70 на 10 Это же у нас 5 в степени x И 2 в степени x Плюс 8 умножено на 2 в степени x 2x точнее Однородными уравнениями Однородными уравнениями называются Когда справа абсолютно 0 должен стоять Только 0 должен стоять Только тогда мы можем так сделать Тогда 125 умножено на 5 на 2 в степени 2x Минус 70 на 5 на 2 в степени x Плюс 8 равно 0 5 на 2 в степени x равно t 125t квадрат Минус 70t Плюс 8 равно 0 Вычитаем 8 на 125 умножаю 8 на 125 1000 умножаю на 4 4000 выйдет Отнимаю 4000 Тогда 900 выйдет только Так же 101 и 2 равно 70 плюс минус 30 Разделить на 250 Потому что как бы умножение Если складывать То 100 делим на 250 Тут выйдет на 50 делить 2 2 пятых А если вычитать То выйдет 40 на 250 Тогда 4 двадцать пятых Теперь 5 вторых в степени x Приравню к 2 пятым Ну 2 пятых Это у нас 5 вторых Минус первой же степени Тогда x равно минус 1 Вот первый корень Теперь 5 вторых В степени x Приравню к второму корню Это будет 2 пятых в квадрате Но их можно сокращать Но там минус 2 выйдет просто Почему минусу? Потому что я же должен поменять их местами 3 умноженное на 4 в степени x Это будет Как это будет? 2 в квадрате 5 умноженное на 6 в степени x Плюс 2 на 3 в степени 2x равно 0 Давайте все поделим на 3 в степени 2x Давайте все поделим на 3 в степени 2x 3 умноженное на 2 на 3 в степени 2x Минус 5 умноженное на 3 в степени 3 с этой тройка сокращается Остается 2 в степени x Плюс 2 равно 0 Плюс 2 равно 0 2 в степени x равно t 3t в квадрате минус 5t плюс 2 равно 0 Сумма коэффициент Сумма коэффициента дает нам 0 Тогда Первый будет 1 А второй это у нас 2 в третьих Тогда 2 в третьих в степени x равно 1 А 1 это у нас 2 в третьих в нулевой степени Тогда x равно 0 2 в третьих в степени x равно 2 в третьих x равно 1 Четвертая задача 2 в степени 2x умноженное на 2 Плюс 3 в степени 2x умноженное на 3 Минус 5 умноженное на 6 Это у нас 2x на 3 в степени x равно 0 Давайте все поделим на 3 в степени 2x Тогда 2 на 3 в степени 2x Еще и там двойка есть Плюс 3 минус 5 умноженное на 2 На 3 в степени x равно 0 Теперь 2 в третьих в степени x пусть равно t Тогда тут выйдет 2t в квадрате минус 5t плюс 3 равно 0 Сумма коэффициентов дает нам 0 Тогда t первое равно 1, а t второе равно 3 вторых Приравниваю 2 в третьих в степени x равно 1 А 1 это любое число в нулевой степени x равно 0 Теперь 2 в третьих в степени x равно 3 вторых Они сокращаются, но x равно минус 1 Почему? Потому что это 2 в третьих в минус первой же степени Я же должен привести к одинаковому виду Тогда получились вот такие вот ответы Еще 5 задач осталось оказываться Давайте допишем Тут что мы заметили До этой части у всех одинаково Значит до этой части оставляем Минус 6x умноженное на 3 в кубе 27 Плюс 6x в квадрат минус 3x умноженное на 6 равно Минус 6x умноженное на 8 2 в кубе 8 же И давайте все поделим на 2 в степени 2x в квадрате минус 6x Тогда 3 вторых в степени 2x в квадрате минус 6x умноженное на 27 Плюс 6 и 2 сокращается Там у нас остается 3 в степени x в квадрате минус 3x разделить Но можно 3 вторых написать 3 вторых Почему? Потому что это как бы тут квадрат есть Один с этим сокращается, а второй остается Остается Умноженное на 6 минус 8 равно 0 Пусть 3 вторых в степени x в квадрате минус 3x равно t Тогда 27t квадрат плюс 6t минус 8 равно 0 Дискриминант 36 плюс 27 Умножаем на 32 864 Получится 864 Тогда выйдет 900 Это первое и второе равно минус 6 плюс минус 30 на 54 Если складывать, то будет 24 на 54 Тут 6 на 6 можно сократить 4 на 9 А второе отрицательное число дает Я же к отрицательному не приравниваю Из-за этого можно и не решать 3 вторых в степени x в квадрате минус 3x равно 4 девятых это у нас 2 третьих в квадрате Но я пишу 3 вторых, но в минус второй степени Почему? Потому что я же поменял их местами Прюс 2 равно 0 Минус 2 сюда перевел Сумма коэффициента дает нам 0 Тогда первый корень это единица Ой А второй корень это двойка Вот так вот Теперь 8 умножен на 3 в степени 2x плюс 6x на 6 минус 27 на 2 в степени 2x равно 0 1 на 2 в степени 2x Тогда 8 на 3 вторых в степени 2x плюс 3 вторых в степени x Минус 27 равно 0 3 вторых в степени x равно t Тогда 8t квадрат плюс 6t минус 27 равно 0 Дискринант 36 плюс А это тоже же 864 дает Тогда 900 выйдет Но t1 и 2 равно минус 6 плюс минус 30 на 16 Я только плюсом решаю 24 на 16 Сокращается на 8 Это 3 вторых остается Значит 3 вторых в степени x Приравниваю к 3 вторых x равно 1 Тут не решаю, потому что тут отрицательное число выйдет 4 на 2 в степени 2x минус 6x минус 18 3 в степени 2x равно 0 Давайте все поделим на 3 в степени 2x 4 на 2 третьих в степени 2x минус 2 третьих в степени x минус 18 равно 0 А 2 третьих в степени x равно t Тогда 4t квадрат минус t минус 18 равно 0 Дискринант 1 плюс 16 умножаю Ой 16 умножаю на 18 288 289 будет Это 17 в квадрате t1 на 2 будет 1 плюс минус 17 на 8 Тогда 18 на 8 выйдет Это у нас Если на 2 поделить 9 четвертых Минусу не решаю Ну там минус 2 выйдет Если честно 2 третьих в степени x равно 9 четвертых это у нас 3 вторых в квадрате Но я пишу 2 третьих Но в степени минус 2 x равно минус 2 Восьмая задача 3 умножить на 4 в степени 2x плюс 6 в степени Аааа Нет, тут будет 6 это же 4 на 9 4 в степени x на 9 в степени x Почему я так написал? Потому что 81 увидел Это 9 в степени 2x Давайте все поделим на 9 в степени 2x Тогда 3 на 4 девятых в степени 2x Плюс 4 девятых в степени x минус 2 равно 0 Пусть 4 девятых в степени x Приравниваем на t 3t квадрат плюс t минус 2 равно 0 Если бы тут был бы минус То сумма коэффициент дал бы 0 Из-за этого первый корень это минус 1 А второй корень это будет 2 третьих Тогда 4 девятых в степени x равно 2 третьих 4 девятых это же 2 третьих в квадрате же Из-за этого 2x 2 третьих сокращаются 2x равно 1 1x равно 1 второй Вот так вот 2 в степени 2x умноженное на 2 Плюс 3 в степени 2x умноженное на 3 Равно 5 умноженное на 6 в степени x Давайте все поделим на 3 в степени 2x 2 на 2 третьих в степени 2x Минус 5 умноженное на 2 третьих в степени x Плюс 3 равно 0 2 третьих в степени x Пусть будет t Тогда 2t квадрат Минус 5t плюс 3 равно 0 Сумма коэффициент задает на 0 Тогда первый корень это единица А второй корень это 3 вторых Значит 2 третьих в степени x равно 1 Ну 1 это же 2 третьих в нулевой степени Тогда x равно 0 Потом 2 третьих в степени x равно 3 вторых А 3 вторых это у нас 2 третьих в минус первой же степени x равно минус 1 тогда Теперь десятая задача 2 в степени 2x плюс 2 на x 3 на x минус 2 на 3 в степени 2x равно 0 3 в степени 2x делю 2 третьих в степени 2x Плюс 2 третьих в степени x минус 2 равно 0 Пусть 2 третьих в степени x Приравниваем на t t квадрат плюс t минус 2 равно 0 Сумма коэффициентов дает нам 0 Тогда t первая это у нас единица А t вторая это будет минус 2 Значит 2 третьих в степени x приравниваем на 1 А нерка это у нас 2 третьих в нулевой степени x равно 0 А на отрицательное число не приравниваю На этом все дорогие друзья С вами был я Акжол Князов И желаю вам всего доброго И чтобы вы набрали высокие баллы И поступили на грант На специальность На ту специальность На которую вы сами хотели Все пока пока